На курорте сложилась тенденция к увеличению турпотока из-за рубежа, отметил в интервью Анатолий Пахомов. В Сочи открылось прямое регулярное авиасообщение с казахским Актау, появились чартерные рейсы из Алматы и Астаны. Продолжается работа с иранскими партнерами. Международный аэропорт Сочи возобновил обслуживание чартерных рейсов из Тегерана. В рамках работы по выходу на зарубежные туррынки налаживается сотрудничество и с китайским Чэнду. Первый авиарейс из этого города запланирован на весну 2017 года. Привлекает Сочи и немецких туристов. Власти курорта планируют провести презентацию олимпийской столицы в Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине. Первый же чартерный рейс из Германии европейских туристов на курорт привезет уже 5 февраля. В целом же для популяризации и продвижения Сочи в 2016 году администрация курорта совместно с представителями туристического бизнеса города приняла участие сразу в нескольких профессиональных туристских выставках. Под председательством мэра Сочи Анатолия Пахомова состоялись выездные презентации курорта. В таких российских городах, как Новосибирск, Красноярск, Мурманск, благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне 2016 года появились пакетные предложения по Сочи, включающие перелет, групповой трансфер и экскурсионную программу, что существенно снижает стоимость затрат на транспортные расходы. В результате расширились направления туристических рейсов из городов России в Сочи. На летний период 2016 года организованы чартерные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Казани, Самары, Уфы, Красноярска, Тюмени, Нижнего Новгорода. Летом прошлого года сочинский международный аэропорт принимал более 100 рейсов и обслуживал около 27 тысяч пассажиров в день. Растет и популярность горно-климатических курортов, в случае которой расширяют свои возможности, увеличивая количество подъемников и лыжных трасс. Мы сегодня понимаем, что опять же стоять на месте нельзя. И стоит задача улучшения качества работы наших горно-климатических курортов, в том числе о едином скипасе. Потому что вот у нас три горно-климатических курорта. То есть единый скипас будет? Будет. Это уже принято не только на уровне города. Это, по сути дела, поручение правительства Российской Федерации. И горно-климатические курорты получили такое поручение. И губернатор Краснодарского края, и глава города Сочи. Мы все вместе будем работать над этим. Потому что именно сегодня это тоже будет способствовать улучшению качества работы и то, чего хотят наши лыжники. И скоро планируется это сделать? Планируется к следующему сезону. Также Анатолий Пахомов отметил, что в этом году работа по формированию качественного турпродукта и его продвижению на туррынке России за рубежом продолжится. Уже через два дня, 26 января, Сочи примет участие в туристической неделе импортозамещения в туризме в Санкт-Петербурге, где на консолидированном стенде Краснодарского края пройдет презентация курортного потенциала Сочи для санкт-петербургских туроператоров. В феврале перспективы развития сочинского туризма обсудят на базе Ростуризма.